привет друзья сегодня второй день как я в турции вчера меня выгрузили снять не смог потому что все происходило быстро я не включила ночной режим в камере вы бы ничего не увидели только был услышали а выгрузка прошла ну как все выгрузки без приключений я приехал на территорию стал под рампу потом постучали по борту когда выгрузили это прошло минут 30 и отъехал с территории получил документы и меня пригнали ну как пригнали контакт за ручку привели впереди меня ехала легковушка на заправку на заправка такая странная можно сказать в самом городе мне сейчас надо будет уже ехать паузу я отстоял покажу вам заодно особенности этой заправки вот она такая небольшая это дорога вот как я стою покажу стояние один если видите в зеркале там виден еще mercedes стоит и вот с этой стороны вот так вот ну и в общем с утра еще началось из сигналов звонили сигнали стучали по дверям оказывается я здесь мешаю хотя сзади меня еще там стоят две машины и я так смотрю всех едут и будет что за менталитет такой стоять и сигнали но сейчас какая у меня задача значит мне надо проехать где-то километров 300-400 я возле стамбула мне надо ехать в сторону анталии или мерсин еще не определено куда именно мне загрузку буду знать во вторник а сегодня суббота да немножко есть такое что нужно подождать ну и и надо как бы чем ближе подъехать потому что если отсюда ехать мерсину так мне восемьсот девяносто километров до мерсина будем какой будет у меня маршрут я вот просто сам город бил именно я к нему ехать не буду ну вот собственно вот так вот он выглядит моя задача вот доехать проехать по этим хребта и доехать где-то до этого города остановиться по возможности где-то здесь потому что оптимальный как раз вариант получается чтобы так дальше чтобы вот он талия версии и отсюда до анталии прямо спуститься крутятся течет река текут года время песок время вода не важно сколько считают единицы мы молоды в душе они на лицах вы говорите время лечит я вылечусь когда поставите мне к фото свечи и размышлять о будущем можно условно но никто не знает сколько ему уготовлено от добра добра не ищем даже при бабках можно быть нищим от пустой спешки теряем силы мы и вряд ли нас можно назвать счастливыми время наш друг время наш враг время отмерено нам не просто так и что дано потерять а что приобрести время река два раза в нее не войти пусть смоет грехи река пусть примет как океан моряка идти на дно да но не всем до нас одна путь отсюда до вечного суда пусть смоет грехи водой пусть твоей жизни я был самой большой бедой груш побудет ты забудь река решит выплатили утонуть в добрый путь брак колеса крутятся резина трется колеса крутятся резина трется колеса крутятся резина трется остановился я на паркинге такой большой паркинг и вот знаете как говорят что-то я очкую еду по платной дороге и уже ни одну бромку проехал и в нигде как бы оплатить нельзя и читаю вот в поисках информации читаю также оплатить уже узнал что вам дается сначала как вы проехал или первую оплату первую бромку вам дается семь дней на оплату но я переживаю что как бы не могу найти где оплатить почты все закрыты которые есть попасть к ним тоже проблема не очень задумано и нашел где-то вот через километров 120 будет съезд так по точнее 160 и вроде бы нашел местечко где есть возможность оплатить крайней мере там табличка так пишет какая проблема что много этих оплат уже закрыты все найти уже как развалин получается вот какое местечко видны координаты приеду посмотрю а Задавай со мной на барахунах Да и кстати, ты цель, я снайпер Она гибнулся, начни ей ее бампер Давай сожрем все грани Они нам ни к чему, но это не свидание I'm sorry, mon amour, и если свинья в здании То значит мы горим, эта малышка вся пылает Позвоните 0-1 Да, это девочка топы Ее глаза стробоскопы Я украдую стусы Нас не отыщут копы Дьявол не носит тана Дьявол разносит танцполы И после на автопатии Где-то на расстоянии в 200 километров Я уже успел увидеть и дождь, и снег, и ветер сильный И леса, и скалы Удивительная страна Собственно вот за что я люблю эту работу Вы ездите по миру Много чего видите Но конечно есть свои минуса Но это не в этом видео Думаю я сниму как-то А в этом Об этих всех минусах Через 500 метров Ваше место назначения Путь справа Так, значит где-то здесь Должна быть покупка Оплаты дорог Сейчас займусь поиском Ваше место назначения Находится справа Ваше место назначения Значит там Эта пошта получается Здесь на месте Хотел я оформить Чтоб на постоянной основе было Я просто пополнял И с помощью переводчика Понял что надо Лицензию И лицензию Как бы Оригинал Если он кричал Говорил Original Original Значит Оригинал Потому что я ему показывал Сам номер Это недостаточно Вот Я ему показываю Что вот у меня есть Если как бы Распечатать Сбросить У меня Ну Ксерокс На телефоне Говорит Оригинал Оригинал Значит дорога стоит Из Стамбула К Мерсину 200 лир И далее Вот такой вот Одноразовый Штрих-код Пиш Я буду Когда ехать Уже с Мерсина Скажу Откуда Куда еду И опять Не оформят Что нужно Какие документы Ему Техпаспорт Права И кажется Паспорт Просто я ему дал Техпаспорт Права Паспорт свой И на всякий случай Еще Эту Номер телефона Потому что Если на постоянной основе Нужен номер телефон Турецкий Вот сейчас я приклею И Будет уже Эта система Пробивать И не визжать Еще одно примечание Вот У меня система HGS Вот на брамках ОДС И HGS Значит Не нужно ехать По HGS Точно не знаю Куда клеить В общем Приклею я его Посередине Сейчас Чтобы потом Легко отлепить Вот так вот Беру И обштанную Несколько раз Соберем пыль И Прилепим Ну что ж Будем проверять Оплату Не будет ли нам Пищать Конечно Не будет Как это у них Дур Стоп Означает Вот это Форме Гайд Сейчас Считала А с правой стороны Это как раз Была Оплата Тоже самое 55 километров Будем еще ехать Вперед И 500 20 километров Остается К пункту Прибытия 55 километров Еще раз повторяю Что удивительная страна Я когда остановился Была температура Плюс 2 Плюс 3 В этот самый момент Уже плюс 17 Да Перемена здесь Очень резкая Значит Здесь есть На заправках В основном Все заправки Большие И на заправках Продаются Сувениры Также продукты Там Кое-какие вещи То есть Вот Спортивные Можно купить Тапочки Сезон Ведь близко Но я тоже Не остался Без ничего И приобрел Вот такую Статуэточку Домой Цена Недорого 6 6 лир Это где-то Примерно 1 евро Даже вот так скажу Евро И там плюс Несколько центов 10-15 Очень дешево Я думал Больше будет Такой Увесистое Мне до загрузки Осталось Немного 52 километра Сейчас Быстренько Там перекушу Перекушу чая Кашку Запарю Овсяную Все же Утро А не обед А потом На обед Что-то себе Наверное Опять Картошки На жаре Остановись Послушай Ветра Так как сейчас Не будет Никогда Не надо О том Что будет Потом Важно одно Сегодня Можно Все Можно Все Сегодня Можно Все Сегодня Можно Все Сегодня Можно Все Можно Можно Все Можно Все Можно Все Можно Все Сегодня Можно Все Где ты Украина 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 Окей Нерегриджен Ай Фирма Фирма Да Так Вот ГПС Он 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 К Он 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 А здесь есть где-то душ? Что хочу вам показать. Я попросил у охранника, есть ли где-то здесь душ. Да, душ есть. Я думал, что это прикол, потому что я сначала на стоянке останавливался. И тоже хотел сходить в душ, но что-то стремнулся. Сейчас я вам объясню. Думаю, поймете сразу. В общем, какой у них душ. Вот видим туалет, да? Это душ, но этот не рабочий. Вот рабочий душ. Вот сюда лейку. А вот вам душ. В туалете. Извините, если что-то вам не нравится, но показываю как есть, чтобы сами потом знали. Какие все-таки красивые тут виды. Что там у нас? Какая-то пика. самое интересное, что в горах, там вдалеке уже вот снег. Посмотреть дальше, так вообще получается облака на горах. Если отдалить, так видно, что облака, получается облака под облаками. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее.